Когда мне не в мочь пересилить беду, когда наступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу. В последний случайный пел Булата Куджава и был абсолютно прав. С транспортом сейчас дела настолько плохи, что отчаяние наступает. Поэтому сегодня мэр города Андрей Демин собрал у себя частных предпринимателей и руководителей муниципальных предприятий, чтобы поведать о своей новой идее. Не секрет, что бюджетные средства, которых нет, идут как в бездонную бочку в автоколонну 1126 и троллейбусное управление, что, впрочем, проблем не решает. Зато участники, не получающие государственных дотаций, возят народ, но у них к власти свои претензии и не финансового характера. Градоначальник предложил простой выход – учредить еще одного главного над всеми транспортными конторами. Одно из возможных решений – это внедрение в городе Петрозаводске управляющих компаний или управляющих компаний по осуществлению пассажирских перевозок. И эта компания будет выбирать, с кем заключать договор на обслуживание пассажиров, а с кем нет. Через нее будут осуществляться платежи, а все перевозчики окажутся в равных условиях, что подстегнет их к качественному обслуживанию. Но участники заподозрили неладные. Они боятся, что именно они будут работать на компенсацию убытков муниципального транспорта, которые покрыть нет никакой возможности. Мало того, вызывают сомнения условия, на которых фирма, ставшая управляющей, будет выбирать подрядчиков. Она будет опять давать добро. Заплати денег и получишь возможность съездить. Кто победит, я не знаю. Есть у нас люди богатые, но пока в это дело еще никто не вязвит. Мы пока худо-бедно решаем эту проблему. Да, мы возим людей. Конечно, автобусы стареньки. А где планируют бизнес? В прошлый год мы с мэрией судились через антимонопольный комитет. С кем судились? Мы возим ваших людей, которых вас выбрали защищать. Администрация, по словам частников, посадила на иглу финансовые подпитки и автобусы, и троллейбусы, и поэтому они не хотят работать. А частные перевозчики не хотят возить льготников, на которые им денег не выделяют. Что мэр парировал незамедлительно. Я в ваш бизнес не лезу. Занимайтесь бизнесом, нет проблем. Мы говорим о другом. Если вы беретесь выполнять социальную функцию, на условиях равных с автоколонной с троллейбусным управлением, вы имеете право претендовать на деньги из бюджета. Все эти вопросы участники совещания пошли обсуждать в кабинет мэра без прессы. Об итогах переговоров будет известно позднее. Традиционное заседание правительства Республики Карелия началось сегодня с новых назначений. На должность министра юстиции Карелии вместо Александра Петровского, ставшего председателем арбитражного суда Республики, назначена Татьяна Игнатьева. Николай Жуков стал председателем комитета по лесопромышленному комплексу. Какую должность займет экс-председатель Сергей Кольцов, пока неизвестно. В газетах я прочитал, выходит или не уходит Сергей Борисович Кольцов. По выходу из отпуска мы с ним будем решать его судьбу. Далее заседание пошло по намеченному повесткой регламенту. В частности, среди прочих вопросов шла речь о предстоящей в 2002 году переписи населения. Уже сейчас решаются вопросы создания нормативно-правовой базы для проведения переписи, а также решаются проблемы, связанные с координацией всех органов, участвующих в ней. В целом, около 50 тысяч человек будут собирать и обрабатывать эти статистические данные. Продолжение следует...